всем привет в этом видео я с одним человеком подготовил для вас подробную информацию для украинцев которые собираются спасаться от войны и отправиться в европу тут вы узнаете абсолютно все детали особенности и трудности с которыми сталкиваются украинцы когда отправляются из востока украины на запад до хотелось бы сделать это видео максимально коротким но это опыт конкретного человека и увы но коротко не получилось если кто-то из вас хочет поделиться именно своим опытом как у вас все происходило какой результат получился где вы находитесь в европе и что имеете то обязательно пишите это в комментариях под видео я свяжусь с вами и вы сможете на примере этого видео поделиться именно вашим опытом с украинцами и помочь преодолеть некоторые сложности в общем тему я объяснил подписывайтесь на канал и давайте к сути и так марин давай мы все разберем расскажем может быть кое-что покажем всех нюансов для людей которые спасаются с восточной части украины от всех этих боевых действий и собирается поехать в европу и первое чего я предлагаю начать это именно со сборов то есть вещи документы деньги особенно касательно вещей потому что когда мы все это собирали был один объем вещей потом в дороге все пришлось менять и так давай расскажи полезные советы по вещам которые нужно вам взять ну в первую очередь конечно вещей должно быть по минимуму и вещи должны быть только самые простые самые удобные самые необходимые пришлось выложить данном целый маленький чемодан вещей потому что объем был большой и каким образом мы будем добираться на каких машинах и самолетах и сколько это нам обойдется все перевозить собой решили не считать поэтому сделали минимум вещей также и всяких и моющих и полотенец единственное что занял небольшой объем это я брала термос я брала термокружку и там термозочки для еды детям чтобы туда еду складывать вот но это тоже составила некий объем смотря куда едешь наша цель была мальта поэтому мы летели самолетом в дальнейшем и перевозка как оказалось багажа оставила недешево и пришлось нам оставить час вещей в венгрии ну смотри грубо говоря вот вы взяли один чемодан на троих правильно да у нас был большой я не скажу что он очень большой то есть но и не маленький средних размеров между маленьким и огромным чемоданом окей документы документы самое необходимое это графа bios к celebrate свидетельство о рождения детей не требовали ну смотри принципе это загран паспорта ну рекомендуемых взять это загран паспорта и на спасона украинскую паспорта свидетельства о рождении принципе все которые есть документы логичнее взять. Да, я это все брала с собой, у меня это все лежало в сумке, но там, где мы проходили границы, требовали только загранка. До границы мы сейчас доберемся. Тогда уже другие документы могут потребовать дополнительно, поэтому на всякий случай мы брали все с собой. Деньги? Деньги по максимуму брали и доллары, и евро, и гривны. По пути, когда уже мы приближались к границе, то оставшиеся гривны я поменяла на валюту, на то, что было. Были и доллары, естественно, потому что граница с Европой и евро найти было нереально. Понятно. Так, дальше. Тут уже давай разберем сейчас способы, как добраться из восточной Украины к западной границе, и, наверное, давай я сейчас быстренько расскажу эти варианты. Их несколько, и все нужно рассматривать. То есть, первый, самый обычный вариант это у нас личный автомобиль. Если у вас есть личный автомобиль, можно ехать на нем. Главное, чтобы он был в технически нормальном состоянии, потому что дорога не короткая, это более тысячи километров из востока Украины, если брать именно Харьков. Ну и, конечно, то есть машина должна быть в нормальном состоянии, потому что мало ли что может произойти в дороге. Следующий вариант, это самый популярный вариант, которым едут люди из востока Украины, это на железной дороге. Значит, есть бесплатные рейсы со всей восточной Украины, да и не только с восточной, то есть бесплатные, полностью бесплатные, кто уезжает именно в связи с боевыми действиями. Есть сайт Укрзалезницы, есть там расписание, актуальное расписание всех рейсов, не только из Харькова, а и со всей Украины, плюс добавочные рейсы. Многие меня спрашивают, как уехать, но вот реально нужно смотреть этот сайт, он будет в описании к этому видео, обязательно переходите в описание, там есть официальный сайт. Следующий вариант, это бесплатные автобусные волонтерские рейсы. Ну, этот вариант, конечно, такой нелегкий, во-первых, много желающих, во-вторых, волонтерам очень сложно дозвониться. Сначала я, ну, дозванивался, потом я уже перестал дозваниваться, потому что всегда занято, они придумали формы для регистрации, потом они связываются с людьми, которые нуждаются для того, чтобы их вывезли из этих областей, где просто, ну, невозможно жить, и не только жить. Следующий вариант, это, который я встречал в интернете, когда я искал автобусные рейсы, это Бла-Бла-Кар, сайт Бла-Бла-Кар, я, конечно, ну, не то чтобы его рекомендую и не сильно приветствую, но этот вариант есть, можно доехать, в основном платно, в интернете этот сайт есть, поэтому его несложно найти, но я еще раз говорю, не сильно доверяю и ни разу ним не пользовался. Следующий вариант, это нанять кого-то, чтобы отвезли, то есть на автомобили, например, то есть заплатить деньги, чтобы вас отвезли. Грубо говоря, один автомобиль помещает 4 человека, но еще раз говорю, и всем я всегда говорю, что этот вариант очень дорогой, потому что я прикидывал по цене, сколько это выйдет туда и назад, съездить на запад, и из Харькова это около 12 тысяч гривен, грубо говоря, только на бензин. Поэтому вы должны понимать, что цена за проезд на таком варианте будет очень высокая. И еще последний вариант, который я назову, это попутчиком. То есть можно поехать с кем-то, найти людей, которые едут на запад к границе, либо тоже для перехождения границы, с помощью варианта попутчика. То есть тут есть вариант платный, есть бесплатный. В принципе, Марин, ты этим вариантом ехала, давай расскажешь уже тут нюансы, детали, подробности. Дорога, топливо, пробки, какие сложности были? Дорога очень тяжелая. Мы выезжали с Полтавы. До Полтавы ехали своим транспортом, ты нас отвез, и оттуда мы уже ехали, как попутчики, с семьей полтавской. По пути не знаешь, где будешь ночевать, и невозможно, очень тяжело спланировать себе ночев, потому что очень много блокпостов, из-за этого очень большие пробки. Сколько будет пробка длиться тоже, даже Гугл не всегда правильно показывает. Самая огромная пробка, где мы попали, это от Умани до Винницы. Мы планировали остановиться в Виннице, но мы туда так и не доехали, мы просто не успели. Мы даже не успели до комендантского часа, поэтому очень переживали по этому вопросу, но оказалось, что в принципе не проблема, пропускают людей на ночевку, можно не бояться с этим. Конечно, лучше стараться успеть до комендантского часа, но, как показала практика, что ничего в этом страшного нет, на блокпосте пропускают, если проблемы с пропуском, то те, кто вас селит, они договариваются, чтобы вас пропустили. Вопрос, вот смотри, по заправкам, вот сложности есть с заправками? Ну, в принципе, конечно, измениться все могло. Однозначно есть сложности, потому что много заправок пустых, и очень большие очереди на заправках. Очень большие. Есть очереди небольшие, но опять-таки мы ехали очень маленькими селами. Нам волонтер подсказала дорогу, и мы перед Винницей свернули налево, и мы объезжали через Немиров, и уже на западную ехали, вдоль границы. Поэтому мы ехали очень маленькими селами, и были места, где вообще нет заправок. Просто их нет, и если у тебя не заправлен бак, то там просто негде заправиться. Очень был большой перерыв такой у нас. Дальше, когда мы уже попали в более-менее населенный пункт, на заправках не везде есть все топливо. Где-то, допустим, только пятерка, где-то только дизель, где-то есть все. Где-то наливают полный бак, где-то только 20 литров. Где-то очередь в час стоять, где-то очередь полчаса стоять. Ну и таких меньше, конечно же. Как правило, больше, чем полчаса. Вот, поэтому с заправками нужно максимально заправляться, и заправлять, если заправляют по полной, то убрать с собой еще канистру. Вот у нас товарищи, они ехали, у них была канистра еще дополнительно, и они заливали полный бак, плюс канистра на всякий случай. Мы делали за весь период две дозаправки. Понятно. А состояние дорог? Состояние дорог там, где мы ехали, ужасное. Но зато вы объехали пробки, правильно? Мы объезжали пробки, да. Мы уже перед Винницей свернули, и мы практически ехали без долгих пробок, поэтому все время двигались, но попадалась дорога, прям чуть ли не лесная дорога, вот такой небольшой кусочек отрезок. А так, в основном, она асфальтированная, но бывала с очень большими ямами, бывала более-менее, ну, 50 на 50, вот так, наверное, назовем. Смотри, хорошо. Сколько у вас заняла дорога? Дорога по времени 3 дня. Ну, нет, от, получается, грубо говоря, от Полтавы до границы. Два полных дня, и границу мы пересекли к вечеру. К вечеру. К 3 дня. 3 дня. Хорошо. Вот вы подъехали к границе. Дальше, что у вас там происходило? То есть, как вы выбирали границу? Что вообще, как бы, чем руководствовались? Так, как мы ехали в Венгрию, у нас было два выбора границ. Граница Чоп и граница Астей. Нам посоветовали границу Астей. Это маленький пропускной пункт, мало кому известный, не очень популярный, поэтому там меньше, самое меньшее движение. Пеше практически нет очередей. машина, и мы подъехали, где-то 10-я наша машина была. Но мы решили покинуть наших водителей. Ну, с кем вы ехали? Ну, да, тех, кто нас везли, и решили пойти пешком. Первый пропускной пункт вообще был без очередей. Там, где уже... Так, смотри, минуточку одну. То есть, сейчас мы разбираем вопрос пересечения границы, то есть, вы пошли пешком. Значит, как все происходит? Переходим сначала одну будочку. Там буквально одна будка, которые там даже не смотрят паспорта, они просто пропускают тебя дальше на пограничный контроль. До пограничного контроля была одна проверка чисто паспортов. Заглянули в паспорта, и сколько человек прошли. И уже на пограничном контроле более детально смотрели документы. И один был только вопрос. Знает ли папа, что дети едут с мамой? Потому что у нас не было разрешения, они его не требуют, они только спросили один вопрос. По времени примерно все... Это на украинской границе, правильно? Мы сейчас именно за украинскую границу. Да, да. Ну, естественно, на украинской границе вообще не проблема. На венгерской границе вообще ничего, кроме сумок. Давай мы разберемся с украинской границей, потом перейдем к венгерской. Смотри, на украинской границе вас смотрели только, получается, загранпаспорта, да? Да. Свидетельство не показывало? Нет. Не показывало. И не спрашивали, да? Но только спросили, знает ли папа, что дети выезжают... Вот. Хорошо. Не видела, не видела, как люди, допустим, проходят без загранпаспортов в границу? Нет. Была очередь, ну, как бы, такое столпотворение небольшое, но так как только один ты подходишь к окошку пахачного контроля, то перед тобой не видно, что люди показывают. Поэтому я не могу сказать. С животными видела, как проходят? Пропускают? Тоже не видела? С животными тоже. И с животными тоже. В нашей очереди не было. Мужчин, естественно, от 18 до 60 лет не пропускают в обычном режиме. Ну, есть там три варианта, когда пропускают. Это я, наверное, в отдельном видео или информацию добавлю к описанию к этому видео по поводу мужчин, когда они могут выехать за границу Украины в этом режиме. Так, дальше. Вот вы прошли украинскую границу. Что вы делали дальше? Дальше мы очень быстро прошли венгерскую границу. Там у нас только посмотрели вещи. И все. И мы уже сразу, как только вышли, мы с изданием... На венгерской границе, кроме вещей, документы, вас какие-то проверяли? Смотрели? Ну, за гранпаспорта. Смотрели за гранпаспорта. Вот, смотри. Значит, ставили ли вам какие-то штампики, печатики? Просто, то, что вы въезжаете как по биометрии на 90 дней. Правильно? Да. Да. Смотри, у Кати там паспорт заканчивается через месяц. Были ли вопросы, нюансы, ничего не говорили? Вообще никаких вопросов, никаких документов, дополнительных анкет мы ничего не заполняли. Поставили штампики, семь паспорта, больше ничего мы не заполняли, не требовали. Ни тестов, ни сертификатов, ничего не спрашивают? Ничего. Ничего. Окей. Значит, а в вещах, что смотрели, как смотрели вещи? Что, как смотрели? Через сканер? Нет, в основном поверхностные. Сразу мы выложили люксаки, чемодан, стоял в форме машины, который заглядывает, сумочки, и... И дальше. По-моему, один чемодан просканировали. Я могу что-то путать, потому что три дня в дороге и суета это вся, поэтому какие-то моменты, честно, могут забываться. Вот, вы прошли венгерскую границу. Что вы делали дальше? Как только мы вышли с здания таможенного пограничного контроля, сразу подъезжают маленькие микроавтобусы. Мы сначала не поняли, что это, как это происходит. Никаких надписей, табличек, ничего. Один русскоговорящий человечек бегает, у которого можно что-то спросить. И так они в основном по-венгерски немножко алян-тритский. Садят в эти маленькие автобусики и везут в хелп-центр. А можно, смотри, вот этот человек, который бегает, его можно как-то узнать, что он это волонтер, правильно я понимаю? Ну, помощник, да. Как его опознать, как его увидеть? Ой, тяжело. Они просто возле машин состоят и машут и по-нашему говорят, поэтому никаких не было особых распознавательных знаков. Но как-то очень было не очень понятно, суетливо. Но нам сразу сказали, что пять минут здесь хелп-центр будет, оттуда на нас будут распределять. То есть только сказали, что вас отвезут. Рассказывали ли какие-то правила въезда, ваши там права? Ничего. Вообще ничего. Погрузили в машину, это очень быстро происходит, потому что людей толпа. В машину или в автобус? Ну, микроавтобус на шесть тем человеком. И быстро это они машина за машиной, подъезжают, подъезжают, одинаковые бусики такие маленькие и везут в холп-центр. Это буквально там километре, наверное, от пограничного контроля. И это уже центр, где принимают людей, распределяют, кормят, поят. Если нужна какая-то одежда, предлагают, спрашивают там, может быть, медикаменты какие-то. Здесь же тебя уже записывают какие-то списки, я просто этим не занималась, я стояла с детьми. В холп-центре на каком языке с вами разговаривали? Там на разных языках, тебе сразу подходят, спрашивают, если английский знаешь, потому что проще им найти англоязычного помощника, то подводят английский от англоговорящего. Если не знаешь, то русскоговорящих достаточно, к нам сразу русскоговорящая девочка подошла, подсказала куда подойти, у нас там записали просто чисто в списке, мы ничего не подписывали, никаких документов, спросили, куда нам нужно ехать, мы сказали, что в Будапешт, она хорошо, вот здесь бутерброды, горячий чай, кофе, любая еда, детям дали игрушки, детям сразу раздают пакеты со сладостями, мы не успели чай попить, как к нам уже подошла эта девушка-помощница, которая сказала, вот подвела к нам двое мужчин, парень молодой и постарше мужчина, сказала, они вас отвезут в Будапешт, пожелала нам удачи, мы с ними пошли к машине, еще двое девушек. Это просто машина, частная как бы, или тоже? Это частная машина, помогают, на самом деле, это все просто жители городов, стран, куда ты едешь, допустим, в нашем случае вонли жители Будапешта, Венгрии, это чисто вот люди от себя помогают, они заправляют за свои деньги машины, они помогают найти людей, которые поселят к себе, тебя к себе на неопределенное время, вот, нас, это мы уже потом выяснили, нас привезли к девушке, которая живет сама, в частном доме, этот мужчина, который с парнем вез, нас высадили возле ее дома, и она нас встретила возле своего дома, и они уехали. Все говорят только по-английски, русскоговорящих уже дальше не было, русскоговорящие это только вот в хелп-центре были. Девушка, которая нас встретила, она уже нас ждала с ужином, приготовила нам кровать, приготовила полотенечки, вот, комнату, где мы будем жить, и сказала, что вы можете жить столько, сколько здесь нужно. Разговаривают по-английски либо по-венгерски, у каждого свое знание английского, ну, минимально разговорочный, у каждого есть. Мы пользовались переводчиком, Google Translate, в доме есть Wi-Fi, и без проблем пользовались этим. И на трех пальцах, конечно, тоже была просто объясниться, если есть минимальное знание языка. Смотри, получается, то есть, она могла вас оставить там на более долгий срок. Вы там прожили три дня, правильно? Да. А четвертый мы уехали. Она помогала, получается, вам с питанием, правильно я понимаю? Да, нас кормили, она ничего не требовала. Вот, мы один раз сходили, купили в супермаркете овощи для борща, приготовили ей национальное блюдо, это за все время. Также нам волонтеры тоже оставили целый упакован сока детям, и у нас были несколько пакетов со сладостями детям, мы это не ели. Это тоже от волонтеров сладости? Да. Угу. Да. Приходили ее подружки, эта девочка, девушка 33 года, ее подруги тоже приходили, там приносили угощение и готовила нам ее мама, которая живет где-то недалеко от нее, от хозяйки дома, и она нам тоже приносила и покушки такую, такую. Ну, я так понимаю, что у них так принято, они скорее всего просто так живут. Мама помогает готовить кушать, хотя девушка живет одна. А вот смотри, по поводу, ну, есть люди, которые вообще едут там и без вещей, и без ничего. Что-то, есть какая-то помощь вот в Венгрии таким людям, которым... Ну, я так понимаю, что да, в этом вопросе есть, в этом вопросе могут помочь в хелп-центре. Нас сразу спросили, вам нужна какая-либо одежда, какие-либо вещи? Так как у нас все было, но мы сказали, что нам ничего не нужно, но я так понимаю, если бы мы сказали, что нужно, то нас отвели бы, я не знаю, как это происходит. то есть предлагали, правильно получается? Да, предлагали медикаменты и вещи нужные. То есть и медикаменты, и вещи, и о медицину какую-то предлагали, медицинскую помощь? Ну, а если нужно, да, да, то есть не сразу медицинская помощь, медикаменты, вещи, что вам нужно, сразу задали вопрос. А за программы не рассказывали, какие у них вот есть для временной защиты? Нет, нет, мы, я не знаю, может быть, можно было спросить, мы просто не спрашивали об этом. Не, ну, она-то есть, в принципе, наверное, так, как вы сказали, что вы собираетесь дальше? Да, мы сразу сказали, что мы, нам нужно Будапешт, и наша конечная точка Мальта. Поэтому, естественно, нам никто ничего не говорил. За эти три дня, в принципе, чем вы занимались, когда жили, вот, у людей, которые приютили вас? Там ничем не занимались, девушка попалась очень хорошая, она нас отвезла на следующий день в центр в город погулять, вот, на следующий день мы самостоятельно дома, в основном, занимались, больше варили, предложили ей помочь убрать дом, она наотрез отказалась, заняла нас музыкой, предложила там, порисовать, погулять, в общем, сказала, что ничего не нужно, занимайтесь, отдыхайте. Все. Касательно, смотри, одежды тоже, вот, допустим, у нас тут сейчас минус семь, минус девять, средняя температура, там в Европе теплее, правильно? Да, чуть-чуть теплее. Поэтому, наверное, сильно таких вот теплых вещей, как вот тут? Ну, в первую очередь, лишними были бы очень сильно теплые какие-то сапоги, однозначно, то есть, мы все были в термообуви, либо в ботинках осенних, как у меня, но курточка у меня была зимняя, я скажу, мне было не жарко, мы попали, очень ветер был холодный, и одевала я шапку, и в зимней курточке была. То есть, мы попали на погоду холодную, очень холодную. Понятно, хорошо, транспорт, вы на чем-то ездили, или вас возила эта девушка? Нет, мы ничем не пользовались, да, нас возила на своей машине, это хозяйка, нам очень повезло, наверное, насколько я знаю, что есть у них программы с бесплатным транспортом, как это в Венгрии работает, не могу сказать. Так, дальше, смотри, вы дальше летели на Мальту, то есть, это вас тоже эта девушка отвозила, правильно я понимаю, в аэропорт? В аэропорт отвезла. Дальше, давай разберемся с Мальтой, смотри, значит, как девушка вас отвезла, на чем летели на Мальту? На самолете. Авиакомпания Визель, правильно? Ты помнишь сцену, которая вам обошлась для перелета? Нам обошлось 10 евро билет, но это без багажа, и у нас был один багаж, один чемодан на всех, это стоило 80 лет. Ну, это по льготному тарифу, который Визель выделила, получается, для украинцев, вот, то есть, но на Мальту перелет оказался не бесплатным. Багаж не по льготному. Не, багаж, то понятно, что не по льготному, но именно на Мальту, в принципе, он не попал, как бы, в бесплатные, потому что, там, на короткие перелеты выделила эта авиакомпания, а попал в льготную цену, именно, получается. Да. Да, да. Так, смотри, значит, вот вы собрались лететь на Мальту, и на Мальту нужен обязательный тест, кроме сертификата. Да. Два варианта. Можно сделать тест заранее, можно сделать тест по прилету на Мальту. Угу. Мы делали заранее, почему-то нам сказали, что нужно сделать заранее, и это стоило 50 евро с человека, но как нам эта хозяйка дома заплатила за нас, сказала, что волонтеры ей компенсируют. Мы не знаем, компенсировали ей или нет, но так, если бы мы знали, что на Мальте бесплатно по прилету, то мы бы, конечно... Там бесплатно можно по прилету, потому что я видел цены 120 евро на Мальте за один тест. Бесплатно. Есть. У них очень часто меняется сейчас информация, очень часто, потому что у них все только разрабатывается, вот, поэтому мы не знали этого точно и на всякий случай для подстраховки делали в Венгрии тесты. Окей, давай так, смотри, в Венгрии на вылете в Будапеште документы, какие у вас спрашивали, просили для перелета, чтобы вас спустили в самолет? Только загранпаспорта. Тоже вопросов не было по поводу срока действия паспорта Кати? Нет. Нет. Нигде не было. Хорошо, смотри дальше. Значит, только проверили загранпаспорта, все, полетели. И тест просили показывать или не просили показывать перед посадкой на рейс? Я вспоминаю, да. А сертификаты вакцинации просили показывать? Ну, вот по прилету мы точно их показывали. У меня уже может что-то путаться, но по прилету вы показывали из ДИИ или бумажные? Нет, из ДИИ, с телефона. И тесты тоже проверяли по прилету? Да, сканировали у нас тесты по прилету, точно их. Именно сканировали QR-код, да? Да. Еще что проверяли, когда вы прилетели? Вот документы, паспорта. Все. Паспорта, тесты. Больше ничего вам не ставили? Да, еще просто Карина в основном занималась, у нас были уже онлайн-акеты заполненные в PLF-форме. Да. За нас заполняла Лена, которая берет на Мальте, и нам она просто прислала, мы их распечатывали и брали с собой. То есть можно было в электронном, можно было в бумажном виде, мы им предоставляли в бумажном виде. Их больше даже, наверное, интересовал вот этот вот PLF-чем тест в PLF-форме. Ну, они ее обязательно проверяли, правильно? А на вылете, когда вы садились в самолет, проверяли эту форму? Нет. Именно только на Мальте уже проверяли? Да. Понятно. Хорошо, так, смотри, что еще получается по Мальте, по аэропорту? Вы прошли контроль, забрали багаж, дальше что вы делали? Да, в аэропорту нас подержали минут 20 в специальной комнатке, они все время смотрели загранпаспорта, брали у нас PLF-форму, заполняли какие-то анкеты, и их интересовало вопрос, в первую очередь, где мы будем жить в самоизоляции. У нас уже в анкете было указано название гостиницы, я не знаю, как это происходит, если у тебя нет названия гостиницы, скорее всего, где-то они тогда определяют, где ты будешь жить во время самоизоляции. На Мальте очень строго, пока на данный момент, самоизоляции, это 14 дней, начиная со второго дня пребывания на Мальте. Со второго дня пребывания на Мальте? Да, не с первого. Ага, понятно. И смотри, вот по въезду на Мальту вы опять пользовались правом пребывания 90 дней, то есть не временного убежища, правильно я понимаю? Мы не заполняли никаких форм, что мы как беженцы, анкет мы ничего не подписывали. Смотри, беженцы это одна форма, а есть еще временного убежища, то есть это не беженцы, то есть вы как бы просто больше имеете времени нахождения на территории Европейского Союза, но там есть некоторые страны, которые уже выработали эту программу. Мальта, насколько я знаю, еще эту программу не выработала и неизвестно, будет ли она ее вырабатывать. Да. Так, смотри. Все разрабатывается, как нам передали, что власти еще решают очень много вопросов и до сих пор они еще много чего не решили. Так, хорошо. Вышли с аэропорта, вас встречали, правильно? То есть помогали знакомые из Украины, которые находились на Мальте. Есть ли программы какие-то волонтеров, которые помогают что-то делают? Ты в курсе насчет этого? Я не видела никаких. Нет, я не видела волонтеров никаких. Я так понимаю, что здесь смотря какую-то форму, может быть, самостоятельно, если ты что-то где-то ищешь себе, то я думаю, что ты можешь найти волонтеров, потому что есть волонтерский центр, которые помогают беженцам с вопросом расселения и с вещами, с медикаментами, они поддерживают связь с этими беженцами. То есть я так понимаю, что скорее всего, если бы у нас не было знакомых, то нужно было бы обратиться в такие вот центры, которые помогают. Это чисто люди от себя помогают. Ну да. А вот когда вы проходили контроль, то есть спрашивали, как вы будете ехать, на чем вы будете ехать в место прохождения карантина? В место прохождения карантина у нас было все указано в полой форме, я уже говорила. А дорога до места прохождения карантина, то есть... не спрашивали. Ну, грубо говоря, вот эти вот два дня есть для того, чтобы попасть в место прохождения карантина? Наверное. Ну, эти места определенные получаются, ну, то есть согласно законодательства именно мальтийского. Да. 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 государство выделяет несколько гостиниц, которые размещают к себе бесплатно на две недели. Ну, это относительно, потому что ту информацию, которую я видел, и там указывается, что платно, наоборот. Поэтому это все относительно, это еще нужно будет все выяснять, когда это все утвердится. Ну, на данный момент они селят бесплатно на базе завтрака. метод. Ну, я же говорю, это то, что как бы вы так попали, может, вы, это экспериментальный вариант, не знаю, я не в курсе. Может быть, у них здесь все время все меняется, да. Вот, потому что это все очень все неизвестно. Окей, хорошо. Вы сейчас находитесь в гостинице на карантине. Что вы можете делать, что вы не можете делать? Ничего мы не можем делать. Мы можем только сидеть в комнате. Собственно говоря, даже еду нам приносят под дверь, оставляют в пакетах, мы ее забираем. Уборка у нас, в принципе, тоже здесь не должны убирать, но мы дали несколько евро уборщице, и она к нам захаживает, протирает пол. Но два дня у вас было, грубо говоря, которые вы могли все-таки выходить? Да, там, в зависимости от гостиницы, они еще говорили, что вот в этом отеле вы не можете выходить, вот в этом можете выходить, но вот почему-то все-таки через два дня нам запретили выходить с номером. За эти два дня где-то успели сходить, что-то посмотреть, интересное? мы прогулялись в окрестностях, сходили в магазин и все. Что по ценам в магазине? По ценам, ну, я сильно не могу сказать, но в принципе приемлемые цены. то есть вообще ничего не помнишь тогда? Не могу, нет, не скажу. Ну, еще важный... 4 йогурта, сахар и что еще я взяла, я не помню, что-то еще там, ну, вышло где-то на 7 евро, наверное, даже чуть меньше. Угу. Хорошо. Наверное, важный момент, это тоже нужно озвучить, в том, что даже при этом варианте вашем, то, что завтраки там, допустим, есть, все равно напитки идут за доплату, правильно? Да. Потому что многие думают, если есть питание, хотя бы там, вот, то... Ну, мы попали вообще шикарно, мы попали на завтраки и ужины. Ну, я не знаю, каким образом, то ли нашим друзьям получилось договориться, что у нас двухразовое питание, но нам сказали, что в основном люди сидят на завтраках только. Ну, может быть, какой-то экспериментальный вариант? Напитки. Ты мне можешь ответить конкретно, какие вам дают бесплатно напитки? Как везде, во время завтрака кофе, сок. Нет, ну, люди этого не понимают, поэтому, Марин, нужно конкретно брать и говорить. На завтраке дают только чай, кофе или сок на выбор. Все. Хорошо, понятно. Как за вами следят на карантине? Что... Не знаем. Один раз только зашли, спросили с фамилией нашей, что-то там отметили у себя и все. Как вам удобно, номер нормальный, хороший вам? Да, отель хорошего уровня, номер комфортный, с обогревом, с чайником, с чашечками. Выдали нам тарелочки, мы их моем самостоятельно, все, ухаживаем за собой самостоятельно. Посуды нам достаточно, стаканы, ложки, вилки, все это есть. Хорошо, смотри, дальше. Какие, допустим, вам объясняли возможности, когда вы пройдете карантин? Это был сложный, очень сложный вопрос, потому что в аэропорту нам никто ничего толком не говорил, потому что изначально нам сказали, что мы будем 7 дней сидеть из-за того, что у нас есть вакцинация и у меня, и у родственницы, с которой мы летели, но через 3 дня пришло письмо на электронную почту друзьям, которые нас регистрировали, делали ПЛФ форму, что мы обязаны сидеть 14 дней и указаны уже были конкретные даты и время окончания самоизоляции. Понятно. то есть пока что вы еще не знаете какая будет у вас форма нахождения там кроме того как вы имеете право 90 дней находиться. То есть кроме этого вы еще пока ничего больше не понимаете. Но это я уже буду связываться с волонтерами и я думаю они уже более детально подробно расскажут какая возможно будет программа когда она будет. Да, ее еще нет. Программы еще нет. Так, ну и последний вопрос смотри твое мнение стоит не стоит рассматривать Мальту как вариант спастись от войны. Ну что я могу сказать мы рассматривали Мальту поскольку здесь есть родственники очень близкие родственники и есть можно сказать так подушка спасательная хотя мы не будем я допустим с детьми у них жить не буду мы будем жить в семье которой мы уже познакомились переписываемся и принимают нас бесплатно к себе жить на неограниченный срок как они сказали сколько вам нужно столько живите как здесь по ценам я еще не знаю с медицины немножко выясняла это минимум там 10-20 евро прием врача это только то что я пока знаю на данный момент дальше что будет я не могу сказать потому что все вот у нас пошло немножечко в спешке и вообще в принципе здесь планировать было тяжело что-либо потому что убегаешь от войны и какие планы здесь невозможно строить я не могу сказать стоит ли или не стоит первое это дальний путь и выбраться отсюда тоже будет не так просто это только самолет да либо там паромы через Италию через Словению через несколько стран Европы проехать чтобы вернуться по наземке либо самолет по деньгам это тоже может выйти недешево дальше если нет денег и нет знакомых то я наверное не рекомендую Юмальту но это пока мое мнение потому что мы сидим в четырех стенах я ничего не могу сказать как здесь с работой с возможностями заработать с ценами и с возможностью жить бесплатно либо платно ну это логично конечно поэтому я всем говорю что мы ехали сюда к близким родственникам и советовать как мальту для убежища я пока не могу ну допустим если бы не было родственников то вы бы не поехали правильно я понимаю я бы не рассматривала мальту однозначно я бы не рассматривала мальту окей ну то что возможно было я думаю мы все рассказали разобрали все нюансы и детали что прошли и как прошли и что имеем на данный момент времени в принципе по мальте я думаю мы еще будем разбираться но скорее всего уже я буду разбираться с кем-то из волонтеров которые владеют ситуацией которые могут подробно все это рассказать Марин тебе спасибо вот если кто-то еще хочет поделиться именно таким вот опытом как все происходило как ехали с Украины куда приехали в какую-то страну тоже обязательно пишите это в комментариях созвонимся спишемся договоримся проведем такое вот видео для людей которые собираются выехать из Украины потому что мне кажется когда вы ехали вы особо ничего не разбирали и все было можно сказать вообще ехали как бы в неизвестности мы ехали меняли маршрут все время начнем с этого уже с первого дня как только мы выехали с Харькова даже с Харькова и планировали мы в принципе лететь из Варшавы поэтому я говорю что у нас менялось с самого начала пути хорошо Марин на этом я думаю все может что-то еще хочешь сказать да собственно говоря думаю достаточно информации если будут вопросы то я с удовольствием отвечу на них в комментариях тоже все Марин тогда до встречи пока 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 и еще пару слов по информации которая может быть полезна для украинцев которые собираются спасаться от войны в странах ЕС в описании к этому видео я собрал ссылки на полезные ресурсы есть ссылки общего характера по странам ЕС есть конкретно по Венгрии все эти ресурсы помогут украинцам решить некоторые вопросы еще до выезда из Украины также кто может поделиться своим опытом своей историей ситуацией как у вас все происходило где вы сейчас находитесь в Европе какие у вас условия и что вы имеете обязательно напишите это в комментариях под видео этим вы поможете украинцам в решении некоторых вопросов на этом все подписывайтесь на канал берегите себя до новых встреч пока пока пока